Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. Мы обратимся сейчас к 65-й главе книги пророка Исаии Вавилонского. Здесь продолжается разговор, который был начат в предыдущих главах, и если в 64-й в основном было слово, обращенное пророком к Богу от лица народа, здесь мы видим своего рода ответ Божий на тот призыв, на ту молитву, которую обратил к нему Исаия. И Господь говорит очень важные тоже, потрясающие слова. «Я открылся не вопрошавшим обо мне. Меня нашли неискавшие меня». С одной стороны, у этих слов Бога есть некоторый узкий исторический смысл. Речь идет о израильтянах в плену, которые, в общем, не спрашивали о Боге, были настолько согнуты унижением и страданиями, и настолько разучились доверять Богу, да, что вот они уже не обращались. Но есть и более широкий, конечно, глобальный такой исторический смысл у этих слов, потому что Господь говорит о нас о всех. Он говорит, «Я открылся не вопрошавшим обо мне, тем, кто даже не мог представить себе, что такое правда Божья. Меня нашли неискавшие меня». Знаете, если бы люди знали, знали, что вот существует Бог, в сердце которого живет милосердие, существует Бог, который отличает добро от зла и не соглашается на зло, существует Бог, любящий правду, сильный, чтобы спасать. Можно вот какие-то такие, да, теологические, если хотите, определения предложить. Если бы люди знали об этом, они, может быть, искали бы Бога. Если бы люди знали, что существует на свете Бог, которому от нас нужно не корысть, не корысть какая-то там, жертвоприношение или чего-нибудь еще, а которому нужна любовь нашего сердца, и который хочет наполнить нас, мы бы искали его, спрашивали бы о нем, обсуждали бы друг с другом, где он и как его найти, и что нужно делать, чтобы встретить этого Бога, но мы не знаем. Помните, опять вот, начало и конец книги Исаии, Вавилонского про одно и то же. В начале книги он говорит о том, что, ну, язычник, ему деться некуда, он не может увидеть, что обманут. И здесь тоже, вот, ну, люди не могут спрашивать о Боге, искать его, они просто вот не знают, что это такое, кого искать. И Господь дарит незаслуженный подарок. Говорит, я открылся в невопрошавшем обо мне, и меня нашли неискавшие меня. Вот я говорил народу, не называвшемуся моим именем, вот я, всякий день простирал я руки мои к народу непокорному, к народу, который постоянно оскорбляет меня в лице, народу, который говорит, там, не подходи ко мне. И дальше пророк перечисляет самые разные преступления Израиля, большей частью религиозного характера. Там кое-что мы понимаем про свиное мясо и мерзкое варево, или про жертвы в рощах. Что-то мы не понимаем, потому что история не оставила нам разъяснений. И вот Господь говорит, это дым для обоняния моего, едкий дым. Не умолчу, воздам в недра их. Беззакония ваши, говорит Господь, беззакония отцов ваших. Вот Бог правды. Поэтому беззакония названы беззакониями, и за них происходит воздаяние. Что именно людям открывается о Боге? Что находят неискавшие его? Не вот эту вот грозную кару, а то, о чем идет речь в следующих стихах. Господь говорит вот что. Когда в виноградной кисти находится сок, когда она созревает, и вот уже почти созрела, и кожица тонкая, и там просто тронешь неаккуратно и неосторожно, и все погибнет, и сок вытечет. Тогда, говорят, не повреди ее. Вот тоже сделаю и я ради рабов моих, чтобы не всех погубить. Бог говорит о бережном отношении к людям. Ну и, помимо всего прочего, правда Божья, которой мы призваны следовать, означает бережное отношение к людям. без разговоров о том, правы эти люди, неправы, хорошие, они плохие, за нас, против нас, без разговоров, бережное отношение к людям. Вот, я сделаю ради рабов моих, чтобы не всех погубить. Сам Бог удерживает ярость гнева своего, удерживает силу воздаяния за человеческие грехи, потому что бережет людей. Это тоже на самом деле очень-очень важная вещь. Конечно, для тех иудеев, израильтян, в Вавилонском плену, которые слышали это слово, для них, конечно, это огромное утешение и надежда. Бог говорит, нет, не буду губить всех, ни в коем случае, потому что этот народ нужен, важен. Вас, которые оставили Господа, забыли святую гору мою, я обрекаю мечу, но будет остаток, который не предаст Бога, и не будет поэтому Богом оставлен. Вот, на самом деле, 65 глава, текст, который очень апокалиптически звучит, именно потому, что здесь окончательное развлечение добра и зла, оно происходит. Да, в Новом Завете Господь рассказывает притчу о хозяине, который посеял зерно, там, враг посеял плевелы, рабы говорят, давай мы все там сейчас повыдергаем, и господин говорит, нет, чтобы вместе с плевелами вы не выдергали пшеницу. Да, а здесь вот по-другому, прямо по-другому, здесь в другой временной перспективе Исаия смотрит, поэтому он говорит о том, что вот этот путь правды и путь неправды имеют каждый свою цену, свое воздаяние. Рабы мои будут есть, а вы будете голодать. Обращается Господь к тем, кто не ищет его правды, не следует его путями, и оставите имя ваше избранным моим для проклятия. Рабы мои будут петь от радости, а вы будете кричать от скорби. Рабы мои будут пить, вы будете томиться жаждой. И Господь назовет рабов своих иным именем. Вот есть жизнь, есть смерть, и они не перемешиваются друг с другом. И невозможно совместить путь жизни, путь смерти. Поэтому кто будет благословлять себя на земле, будет благословляться Богом истины, потому что подлинное благословение исходит от Бога, к тем, кто на него уповает. Ну и дальше Господь через пророка говорит, вот я творю новое небо и новую землю, и прежние уже не будут вспоминаемы. Мир хрупкий, непрочный, часто равнодушный или враждебный людям. Вот тот мир, который мы знаем, оказывается временное явление. Бог сотворит новое небо и новую землю, что-то другое, пространство жизни, которое будет отличаться тем, что мы будем веселиться и радоваться о делах Божьих. Новое небо и новую землю. С одной стороны, то небо и земля, которые мы знаем, повреждены злобой, насилием, грехом, враньем человеческим. Бог не просто уничтожает их, Он дает людям новое небо и новую землю, новую возможность жить, царство будущего века. И это совершенно потрясающее обещание. И дальше пророк произносит слова о том, как прекрасна эта другая жизнь, другая, которую Бог созидает. и радоваться буду о Иерусалиме. Там не будет более никого, кто будет страдать и не достигать полноты, и будут строить дома и жить в них, и не будут трудиться напрасно. И вот еще в конце главы совершенно потрясающее обещание. В этом будущем веке, прежде чем они воззовут, я уже отвечу. Они еще будут говорить, а я уже услышу. Вот та пропасть, барьер непреодолимый между Богом и людьми будет преодолена. Они еще только начнут говорить, я уже услышу. И волк и игненок будут пастись вместе, и не будут причинять зла и вреда на всей святой горе моей. На самом деле небо и земля новые, это там, где Бог нас слышит, а мы не причиняем зла и вреда никому. хор.